Смотри внимательно, Фахим, потому что я раскрою тебе тайну лампы Азиза. Написано, что когда-то в лампе жил джин, который выполнял три любых желания. Давным-давно сумасшедший хозяин лампы освободил джина от служения, и лампа была спрятана. Джин будет оставаться на свободе, пока кто-нибудь не отыщет лампу. Это будет непросто, Фахим. Во-первых, этот человек должен владеть кольцом, которое делает своего обладателя хозяином ковра. Ковер перенесет обладателя кольца к пещере Шама, где находится лампа Азиза. Только человек с чистым сердцем может снять лампу с пьедестала. И тогда джину снова придется послушать. Продюсер Айзек Лэриан Волшебная лампа Братц Майк Ян Продакшнс Филм Сценарий Синди Маккей Айзек Лэриан Майкей Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Девушки отдыхают Девушки отдыхают Да, что случилось? Его нет Его забрали Необходимо сообщить Себастьяну Неважно Я сообщу Себастьяну Да, салям, брат мой Как ты уже знаешь, кольцо Азиза было украдено из музея Челлах Теперь для тебя самое важное обеспечить безопасность ковра Себя и Кати Скорее Не дайте ему уйти Эзра! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА So exciting, everybody knows You're a vision to behold Like a mystery of a smile A brand new world of style A beauty to embrace It can steal your breath away A mystery of a surprise Such a wondrous sight A beauty to embrace It can steal your breath away Steal your breath away Steal your breath away Never seen a treasure like you Like a place I've never been before You're just like a dream come true You're everything and so much more So exciting, everybody knows You're a vision to behold Like a mystery of a smile A brand new world of style A beauty to embrace It can steal your breath away A mystery of a surprise Such a wondrous sight A beauty you embrace It can steal your breath away Steal your breath away Steal your breath away Tот, кто носит кольцо Будет повелевать ковром Steal your breath away Отпустите нас Отпустите нас Давай Возьми трубку Сейчас я не могу ответить на ваш звонок Пожалуйста, оставьте сообщение Я вам сразу перезвоню Катя Дитя мое Пожалуйста, выслушай меня внимательно Я знаю, что ты взяла семейный ковер, но... Ящик голосовой почты переполнен Ахмат Вызови мне такси ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сработало Кто вы? А кто ты? Я Алия Пустынный вор и повелитель этого ковра Мой отец Повелитель этого ковра Я имею в виду владелец Он подарил его музеем Это не единственная вещь, которой музей сегодня лишился Это не твоя вещь Она прилетела ко мне, значит, моя Тогда я забираю эту вещь обратно Нет, не забираешь Эй, отстань от нее! Отдайте ей ковер Кто меня заставит? Просто отдай ковер! Отстань! Он мой! Верни ей ковер! Нет! Тишина! Что здесь происходит? Эта маленькая воришка пытается украсть ковер Кати Именно так! Ковер? Да, сэр Я привезла его в музей Челах И каким-то образом эта девчонка забрала его у меня Это правда? Да, Саид Я взяла кольцо и... Ты это украла? Но я делала... То, что мне сказали вы... Молчи! Ты действительно маленький воришка, не так ли? Подождите минутку! А вы кто? О, извините мою бестакность Я Виллард Чарлатт Профессор археологии А что вы делаете здесь в такой глуши? Археология может занести в странные места, моя дорогая Я понимаю вашу озабоченность относительно этого драгоценного ковра Выглядит как потрясающий образчик Я позабочусь о том, чтобы он оказался там, где его место Спасибо за предложение, профессор Чарлатт Но я несу ответственность за этот ковер и сама отвезу его в музей О, какая... Сознательная девочка Но знаете, моя дорогая Музей Челлах обладает некоторыми экземплярами подобного качества Могу ли я приобрести его у вас? Он не продается Я щедро за него заплачу Деньги не заставят меня передумать Конечно, нет Ты ни за что не согласилась бы на деньги У тебя слишком чистое сердце Итак, было очень приятно познакомиться и все такое, профессор Но как вы думаете, вы смогли бы помочь нам вернуться обратно в город? Если мы поторопимся, мы сможем добраться до окончания шоу Терпение, дамы По крайней мере, окажите мне часть взглянуть на этот ковер Он великолепен Ты знаешь, что означают все эти символы? Да Четыре угла символизируют удаленные уголки света Горацио, на небе и на земле есть более вещей, чем в нашей философии мечталось Что? Я хочу сказать, мы знаем, что ковер летает правильно Мы не можем это объяснить, но это так Сейчас самое важное, это доставить его и нас вместе с ним обратно в музей Надеюсь, Катя сумеет убедить профессора Чарлатто помочь нам Это выглядит как символ изобилия Правда? Я не знала Иди сюда, посмотри Он просто очарователен Ковер вверх Катя! Стойте! Катя, подожди! Стойте! Нет! Подождите! Вернись, Катя! Пожалуйста! Катя! Что нам теперь делать? Он не может вот так забрать ее Что мы можем сделать? Посмотрите вокруг девочки Мы в беде Бесплатной воды нет! Вода только на продажу Мы здесь только для того, чтобы набрать воды Потом мы продолжим наш путь Слушай меня, ты должна попить Запомни Если увидишь клыки льва Не думай, что он улыбается Профессор Чарлатт Саид Вы должны поговорить со мной, пожалуйста Почему вы попытались улететь без меня, Саид? Это не было частью нашего плана Ты использовала кольцо Это тоже не было предусмотрено планом Но я надела его лишь для того, чтобы доставить ковер вам Умно Но тем не менее, планы мне предусмотрены Иди сюда, чистая душа Нет! Нет! Этот ковер должен отправиться в музей Я дала слово отцу, я не позволю вам забрать его Слышите? Ну ладно Ковер вверх Нет! Стой! Отпусти нас! Нет! 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 Эй, кто-нибудь знает, где мы? В пустыне, Джейд Мы должны найти способ помочь Кате Попробуй еще раз позвонить по сотовому, Хлоя Да Алло? Алло! Это отец Кати? Я подруга Кати, меня зовут Хлоя А... Саша хотела вам кое-что сказать Алло? Алло? Алло, мистер Азиз? Послушайте меня внимательно Катя в большой опасности Вы не должны позволить ковру достичь пещеры Шама Никто не должен забрать лампу Понимаете? Алло, вы слышите меня? Где эта пещера? Понимаете? Юго... Восток... Неуместная Гора Сигнал пропал Нам никогда не найти эту пещеру Мы даже не знаем, где мы сейчас Мы заблудимся в пустыне Нас захватят в плен кочевники И заставят стать их наложницами в Горине Мы будем жить в шатре еще с 15 девушками Только одной в Афной Эй, успокойся, ангел Все будет хорошо Первое, что нам нужно сделать Это выяснить, где находится юг Солнце встает на востоке Так что если это восток Там должен быть юг Ты это вычитала в своем туристическом киде по Марокко? Нет Но в ней я вычитала, что по всей пустыне Разбросаны маленькие Азисы И мне кажется, я вижу один из них Да! Вот это класс! Надеюсь, это не мираж Солнце встает на востоке Там большой уродливый верблюд! Верблюды неуродливы Бесплатной воды нет! Уходите от моего водопоя! Вода только для продажи! О, мило, мило! Я не знаю, но эти финики потрясающие! Правда, что-то невероятное! Это лучшее, что у тебя было за последнее время, Джейд? Не смешно! Не смешно! Поплатим! Мне не нужны монеты! Смотрите, у меня их много! Откуда это у вас? Я их не украла! Нет-нет-нет, конечно нет! Здесь была девушка с такими монетами на одежде? Красивое лицом и чистое сердцем! Две девушки и мужчина неприятный! Профессор Чарлатт! Или, возможно, вы захотите заключить сделку? Нет-нет-нет, я ни за что на свете не сяду на верблюда! Даже ради Кати? Мы бы хотели верблюдов, но нам нечего предложить взамен! Это мило! Мы не можем отдать телефон! У вас есть что-то другое, что вы можете предложить? Я не понимаю, почему она с нами! Я твой партнер! Я должна забрать лампу! И тогда я смогу загадать желание! Ты мне обещал! Маленькая Фахим, ты боишься, что не дам тебе загадать желание? Я просто не понимаю! А что, если ты не сможешь забрать лампу? Нам стоит проделать весь этот путь просто так? Но я смогу ее забрать! Просто подумай о ней, как о подстраховке! А мое желание... О, ради бога! Получишь ты свое маленькое глупое желание! Золото и драгоценности и все, о чем ты когда-либо мечтала! Я не пожелаю богатства, Саид! Чарлат? Теперь ты хочешь воды? Это позволит тебе почувствовать себя лучше! Спасибо! Этот ковер... Как получается, что он летит? Я не знала, что в нем заключена такая сила! Это дитя любопытно так же, как и сознательно! Мне просто было интересно! Это кольцо? Чистосердечное? Магия заключена в кольце! О! А можно я посмотрю на него поближе? Конечно! Такое красивое! Нет! Нет! Я должен найти это кольцо! Не позволяй ей двигаться! Нет! Как красиво! Как насчет обмена на две пары дизайнерских туфель от Джейд? Неплохо! А мои золотые сережки? Ну? Один верблюд! Один? Нам нужно два! Один с половиной верблюда! Постойте, так нельзя! Мобильный телефон, туфли, сережки и этот очаровательный шелковый шарф за двух верблюдов! Хорошо! По рукам! Забудьте туфли и сережки и отдайте мне этот телефон за двух верблюдов! Да! Что происходит? Мы получили их! У нас есть верблюды! Отлично! Ну так вперед! Вперед! Спасибо! Мы правда очень вам признательны за помощь! В поисках меда будьте готовы к укусам пчел, друзья мои! Что это значит? Пусыня любит шутить и разыгрывать! Не дайте своим глазам быть обманутыми миражом! И будьте очень внимательны! Не делайте резких шагов на соленой плоской земле! Чот! Что? Земля тверда, пока пустыня не треснет своей соленой улыбкой! Тогда вокруг вас все исчезнет! Вперед! Когда услышите треск, помните мое напутствие и не идите дальше! Пожалуйста, быстрее! Я немедленно должен попасть в аэропорт! Это вопрос жизни и смерти! Да, да! Вот так всегда! Где? Где оно? Проклятие! Глупая девчонка! Я должен найти его! Я просто обязан! Где? Оно должно быть здесь! Должно быть здесь! Где оно? Бестолковая девчонка! Зачем ты выбросила кольцо? Теперь мы здесь застряли! Мои друзья найдут меня, и тогда ты и твой напарник предстанете перед правосудием! Это было глупо! Ты не знаешь Чарлатта! Он опасный человек! Тогда почему ты с ним? А куда мне еще идти? Чарлатта единственная, кто меня защищает, заботится обо мне такой, какая я есть! Твои родители бросили тебя? Моя семья была очень бедной! Мой отец постоянно трудился, выращивал коз, но нам никогда не хватало еды! Однажды мой отец нашел кубок, закопанный в песке! Он был старым и пролежал там долгие годы, но это было единственное, что отец мог подарить мне на день рождения! Я старалась радоваться подарку, но не могла ничего с собой поделать и смотрела на него с отвращением! Я спросила отца, как можно было столько работать и быть такими бедными! И тогда он ответил мне, цветок души моей, каждое утро я просыпаюсь и спрашиваю тебя, что у меня сегодня будет? Радость или печаль? Любовь или ненависть? Только я выбираю, как прожить свою жизнь! Потом он поцеловал меня в лоб и вложил в мою руку кубок! С этой минуты я оценила этот кубок так, словно он был усыпан бриллиантами! Позже незнакомец предлагал моему отцу две буханки хлеба в обмен на этот кубок! Отец сказал, что кубок принадлежит мне, так что решение, продавать его или нет, должна принимать я! Я не могла отдать кубок! Мать плакала и говорила, Алия, мы страдаем от голода! Но отец повторил, что выбор был за мной и прогнал того человека! Нет, это исключено! Алия уже почти женщина! Она сама может делать выбор! Она еще слишком молода! Почему ты так со мной разговариваешь? Я твоя жена, и сейчас ты меня выслушаешь! В ту ночь мой сон был беспокойным! Хватит! Она еще ребенок! И наполнен кошмарами! Так помоги мне! Она совсем юная! Я буду... Послушай теперь ты меня! Субтитры создавал DimaTorzok Я проснулась, зная, что была эгоистична, и что я должна продать кубок! Но когда я прибежала к родителям, чтобы сказать им об этом, их нигде не было! Так же, как и кубка! Они навсегда оставили своего эгоистичного ребенка! Каждый день в своей жизни мой отец выбирал любовь! Но в тот день он не смог! Он не смог выбрать любовь к такому эгоистичному ребенку! Ты уверена, что они бросили тебе? Ничего не могло произойти? Я часто мечтала об этом! Хотела бы я знать правду! Ага! Вот оно! Вот оно! Что ж, сокровище мое! Ты нашла себе другого хозяина? Понимаю! Алия! Я нашел его! Кольцо у тебя? Теперь мы можем продолжить наше путешествие к пещере Шама! Да! К пещере Лампы! Может быть, ты захочешь повезти на этот раз, Фахим? Что? Бери кольцо, маленькая воришка Надевай на палец Нет Спасибо Не стесняйся Ты же надевала его до этого Надень еще раз Просто возьми его А, ладно Наверное, придется все делать самому Пошли Что это ты так крепко держишь? О, как мило Это папочка Отдай мне это Я думал о твоем желании, Алия Если не о богатствах, то о чем же ты мечтаешь? Расскажи Я загадаю узнать правду Узнать, что случилось с моими родителями Понимаю Нет Ковер вверх Нет Постой Подожди Стой Ты не можешь просто оставить ее здесь Стой, остановись Прости Теперь я не могу остановиться, Алия Останься здесь А я за тобой вернусь Позже Мы еще не приехали? Нет Но уже так жарко Ну, я пыталась достать верблюдов с функцией кондиционера, но они все закончились Эй, девочки, вы это видите? Я что-то вижу Может быть это Катя? Или французский иностранный легион? Или кавалерия? Давайте выясним это Это же маленькая девочка-воришка Отлично Я бы лучше на Мираж посмотрела Убирайтесь с дороги Что ты здесь делаешь? Где Катя? С дороги Она с профессором Чарлатом? С ней все в порядке? Ваша ненормальная подружка улетела вместе с моим господином Твоим кем? Моим господином, моим учителем Ты изучаешь археологию? Чарлат научил меня всему, что нужно знать, чтобы выжить Он хорошо обо мне заботится Да, мы это видим Он заботился, пока не появилась вы и ваша глупая подружка с чистым сердцем Ладно, хорошо Я вижу, что нам здесь не рады Подожди, Джейд Мы не можем просто так оставить ее здесь Идите Мне ваша помощь не нужна Тебе лучше пойти с нами Можешь ехать со мной и Джейд Я не хочу с ней ехать А я с тобой не еду А я с тобой не ехать Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот она, пещера Шама Зачем мы здесь? Зачем я тебе нужна? Ага Вот она Знак Азиза? Мы уже приехали? Нет! Вы уверены, что мы двигаемся в правильном направлении? Мы по-прежнему направляемся на юбке, если ты это имеешь в виду Может быть, нам стоит позволить верблюдам самим идти куда надо? Я уверена, Горбатик сможет отвезти нас прямо к пещере Шама Горбатик? Вы это слышите? Когда услышите треск, помните мое напутствие Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все богатства мира лежат там, а я не могу войти Думай, думай Я принёс кольцо Мы прилетели на ковре Если кольцо не открывает пещеру, другое место... Нет, должен быть другой ключ Не пытайся повторить это Держитесь! Мы достанем вас оттуда! Хватайся за руку, Жасмин! Держись за меня, Жасмин! Да! Хлоя! Мы должны помочь Хлое! Держись, Ангел! Мы что-нибудь придумаем! Не беспокойся, Горбатик! Они достанут нас из этого безобразия! У нас всё получится! Дайте нашу Али! Хлоя довольно далеко внизу Мы должны это попробовать! Вы могли бы использовать верблюда Забежи это вокруг талии! Хорошо! Тяните! Давай! Вот она! Хлоя! Ты в порядке? Бедная малышка! Горбатик! Мы идём, Горбатик! Мы... Нет! О, его больше нет! Бедный Горбатик! Мой бедный маленький Горбатик! Мы идём, Горбатик! Должен быть способ! Я знаю! Я уверен! Я должен войти! Я должен попасть туда! Должен! О! 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 Девушки отдыхают Пошли, мы должны идти вперед Смотри, куда идешь Подожди Что ты делаешь? Как ты собираешься вернуться? Она здесь! Они в пещере! Хм... Ах да Правильно Мы уже близко Следи, куда идешь И не приближайся к свету Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Лампа. Проклятье! И что нам теперь делать? Я сделаю это. Ни за что. Вы видите другие способы перебраться на ту сторону? Быстрее! Сейчас переходи в Безопасно! Возьми её, чистосердечная. Забери её с пьедестала. Нет! Я не буду этого делать. Будешь. У тебя нет выбора. Я не заберу лампу с пьедестала до тех пор, пока ты мне объяснишь мне, почему она носит моё имя. Твоё имя? Я Катя Азиз. А это знак Азиза. О-о-о-о! Это лучше, чем я осмеливался даже мечтать. Ты из семьи Лампы. Потомок Джина. Азиз. Забирай лампу. Что это? Что это? Бежим! Быстрей! Девочки! Бежим! Все в порядке? Девочки, вы слышите это? Сш-ш-ш. Слышите? Берёд! Сюда! Что ж, посмотри, кто пришёл спасать тебя. А я, Лья, здесь. Ты умная маленькая пустынная крыса, правда? Отпусти её, Чарлатт! Конечно, как только она заберёт лампу с пьедестала. Не делай этого, Катя! Твой отец сказал, что никто не должен прикасаться к лампе. Что ж, в таком случае нам всем стоит расположиться поудобнее, потому что Катя никуда не пойдёт, пока не заберёт эту лампу. Отпусти меня, и я заберу её. Правильное решение. Но как мне узнать, что ты просто не убежишь, если отпущу тебя? Я даю тебе слово! Ну, у тебя же чистое сердце. Она действительно отдаст ему лампу? Я не знаю, но думаю, что мы должны быть готовы ко всему. Наконец-то! Лампа! Саша! Ты же дала слово! Я только пообещала взять лампу с пьедестала, а после этого... Отдай её мне! Клоя! О, нет, не надо! Нет! Хорошая работа, Фахим. Я уже должен сделать тебя мастером воров. Поставь её обратно, Алия! Отец Катти сказал, что её ни в коем случае нельзя трогать. Не слушай их. Им наплевать на тебя. Они не твоя семья. Я твоя семья. Разве я не заботился о тебе всё это время? Отдай её мне! Вернись! Ни за что! Держись от неё подальше, Алия! Поставь лампу на место! И давай выбираться отсюда! Пожалуйста, Алия! На этой лампе печать семьи Азиз. Я верю, что взять её, значит подвергнуть меня и мою семью риску. Мне жаль, Катя. Эта лампа может выполнить три желания. И есть кое-что, что я должна знать. Абдаль-Азиз! 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 Могущественный служитель лампы, появись! Абдаль-Азиз! 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 Ох, это так странно! Волшебство! Я Азиз, могущественный служитель лампы. Каково твое желание? Отец! Катя! Я не могу обнять тебя. Милая, мне так жаль. Я всегда был служителем лампы Азиза. Ты не служитель! Ты мой отец! О, не будь такой сентиментальной! О! Ты такой... холодный! Ты получишь обратно своего папочку, как только он исполнит три желания. Когда желания будут исполнены, я должен буду вернуться в лампу, где буду заточен следующие две тысячи лет. Но тебе придется некоторое время подождать. Я никогда не оставлю тебя, отец. Я останусь у лампы навечно. Пусть она поводит с ним, маленькая Фахим. Сейчас самое важное, это то, что он должен исполнить три наших желания. Да. И я желаю знать, что случилось с моими родителями. Что? Подожди! Как пожелаете. Однажды, незнакомец пришел в ваш дом и попросил обменять кубок на две буханки хлеба. Ты ответила, нет. Твой отец очень гордился тем, что ты сделала такой непростой выбор. Он гордился мной? Да. Твой отец не знал, что этот кубок был очень ценным. Но незнакомец это знал. И когда он не смог обманом заставить тебя продать его, он вернулся ночью, чтобы украсть его. Твой отец и мать проснулись от шума. Завязалась борьба. Мои родители мертвы? Такова правда. Тогда я желаю, чтобы мои родители вернулись. Прекрати тратить желания! Мне жаль, но это желание я выполнить не в силах. Теперь ты знаешь правду, маленькая Фахим. Это грустно, но ничего уже не изменишь. Я обещал тебе, что ты сможешь загадать одно желание. Твое желание исполнено. Теперь отдай лампу мне. Будь добра. Нет! Я должна знать еще кое-что. Я хочу знать, кто убил мою семью. Что? Зачем тратить на это желание? С какой целью? Это не вернет твоих родителей назад. Пожелай золота, серебра, драгоценных камней. Вместе мы можем завладеть всеми богатствами мира. Я желаю знать, кто убил моих родителей. Нет! Как пожелаете. Это ты? Нет, нет, не я. Такова правда. Ты? Нет, нет. Ты убил моих родителей. Ты разрушил мою жизнь. Теперь я уничтожу тебя. Я желаю... Подожди. Не надо. Пожалуйста, Алия. Как только ты загадаешь последнее желание, мой отец будет заточен в лампе на 2000 лет. Вот именно. Ты должна сберечь последнее желание. Мы используем его, как только ты успокоишься. Тихо. Ты больше не имеешь права говорить об этом. Ты уничтожил все, что у меня когда-либо было. И теперь... Теперь моя очередь уничтожит тебя. И я... Я желаю... Пожалуйста, хотя бы позволь нам попрощаться. Он мой отец. Это все я виновата. Я должна была отвезти ковер в музей, как ты меня просил. Я никогда себе этого не прощу. Никогда не прощу. Цветок души моей. Ты не должна позволить этому наполнить тебя печалью. Это будет тяжело. Но каждое утро, когда ты будешь просыпаться, ты должна будешь сделать выбор. Что будет у меня сегодня? Печаль? Или радость? Любовь или ненависть? Выбирай мудро, дитя мое. Я желаю... Освободить этого Джина! Что? Отец! Отец! Катя! Теперь я могу снова держать тебя, мой брат. Да! Алия! Ты потрясающая! Ты поступила правильно! Нет! Что ты делаешь? О, боже! Мы все должны уходить немедленно! Быстрее! Портал закрывается! Мы останемся в этой ловушке навсегда! Алия! Оставь его! Пусть идет! Беги! Отец! Беги! Девочки, торопимся! Быстрее! Он закрывается! Вперед! Быстрее! Отец! Вставай! Вставай! Слава Богу! Катя, мы в порядке! Мы выбрались! Каждый бессердечный человек-пленник! Всякий алчный человек-бедняк! Горбатик! О, Горбатик! Ты в порядке? Ты в порядке? Откуда взялся Горбатик? Заблудившийся верблюд всегда возвращается домой. Ты выбрала любовь вместо ненависти, Алия. Твой отец снова мог бы тобой гордиться. Это хорошо, что я наконец узнала правду о своей семье. Но еще я узнала, что совершенно одиноко. Это неправда. Ты не одинока. Мы... Мы станем твоей семьей. Это правда. Да пребудет всемогущий между вами бедой. Да пребудет с вами мир. Субтитры подогнал Игорь Негода. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...